Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Но пришлось переквалифицироваться И погрузиться в эту тематику Ну ничего, тематика хорошая Мне кажется грустно, так как обычный корреспондент Ничего не обычный, волшебный корреспондент Который сегодня все точки над «и» расставит Расскажет нам самые интересные, актуальные моменты Чемпионат мира по футболу 2018 И сразу, прежде чем Владислав задаст свой умный вопрос На 4 часа Я, друзья, вам хочу сказать, что вы тоже можете задавать свои вопросы 8-909-928-1-89-9 Ватсап, Вайбер, СМС, сообщения И вк.ком слэш страна.фм Владислав под этими вот могучими руками Своими Он сегодня, кстати, оба в цветах Я руками не могу задавать вопросы Он, значит, вот этот вот пост специальный Закрепил там в самом верху Заходите и пишите вопросы Да, пишите комментарии и вопросы для Михаила Миш, вот о чем хотел спросить Конечно, мы будем о наших сегодня говорить много Тем более, что вечером у нас сегодня в Питере игра с Египтом Но хотелось начать с другого совершенно То, что волнует многих тоже Помимо нашей сборной, естественно Почему так неудачно стартовали Как бы признанные фавориты Да, это и Аргентина Это и много команд Германия, да, 0-1 проиграла И Франция еле в Австралии играла Но я думаю, это связано с тем Что команда готовится на весь турнир Она явно нацелена на то Чтобы он не заканчивался на групповом этапе Да, вот для тех же австралийцев Вот они приехали Они понимают, что пройти следующий раунд сложно Но эти три матча мы должны выйти и умереть А начинать надо с самого начала Ну а топ-сборной подготовку строит немножко по-другому Поэтому даже немцы проиграли мексиканцам Играли, конечно, неплохо для сборной Германии Для чемпиона мира И там, сколько они Медали выиграли за последние годы на всех турнирах Но еще ничего это не значит Первый матч всегда есть право на ошибку Вот если второе начинается с проблемой Тогда можно же там казнить, расстреливать Куда-нибудь отправлять ссылку Вы сейчас так говорите, они подумают, что мы серьезно Нет-нет, мы никого не трогаем Нет, я говорю сам серьезным видом Ну, конечно, я подразумеваю, что Там уж как минимум пресса родная Там обрушится замечательно Слушай, ну давайте, начало у нас положено Сейчас у нас небольшой перерыв И позже мы продолжим говорить о футболе О чемпионате мира, который проходит в этом году у нас в России А вы, Слава, почему вы так грустно смотрите? Нет, я как раз думаю, о чем Давайте все-таки закрепим ту тему по поводу фаворитов очевидных Которые как-то начали неудачно То есть, в принципе, да, Миш, кто болеет там за сборную Франции За сборную Аргентины, за Бразилию Собственно, расстраиваться пока нет никакого смысла Потому что весь чемпионат фактически впереди И они проявятся без слов Там бразильцы не смогли швейцарцев обыграть То есть, это для меня сенсация В Швейцарии крепкая команда Но бразильцы все-таки Они играют в европейских клубах ведущих Неймар считается топ-звездой Но получают безумные деньги Играя за ПСЖ в французской команде Но то, что он показал Вот немножко это разочаровало в том плане Мы приехали, вот мировая звезда Он приезжает, его видно Вот Роналду, он красавчик Молодец Красавчик, да И даже Месси, да, он не забил пенальти Но он все-таки был лидером Он играл неплохо Но все равно Роналду молодчик Вот я его недолюбливаю Но мне не нравится его имидж такой Какой-то он весь такой гладкий Как у нас Гламурный Да, да, да Слушай, ну скажи все Но как футболист он выдающийся Тут спору нет И он каждый раз доказывает Ему он уже, не знаю, в который сезон Он, не знаю, пашет как молодой Которому больше всех надо И при всех его талантах У него постоянно работа над собой Он молодец И вот это повод для гордости Португальского футбола, да И пример, которому надо завидовать И следовать для всех остальных Слушай, а я знаешь Я хочу сказать, вот я все интервью-то не смотрела Но неужели действительно вот человек так блестяще сыграл Такой он классный Он приехал в Россию И неужели все журналисты ему действительно задают вопрос Про пенсионный возраст Ну зачем, зачем человек расстраивался Слушай, он бросил русскую жену Вот как ты можешь к нему после этого хорошо относиться А кого это бросил он, русскую жену? Ну вот Ирина Шейх Ничего он ее не бросал Она ушла от Брэдли Купера У нее все хорошо Что вы рассказываете? Она счастливая женщина Она и с Роналду повстречалась И с Брэдли Купером И дети у нее А у нас сейчас Желтые голливудские новости Или что у нас сейчас? Он первый начал Так всегда женщины Миш, по поводу Неймара Хотел вот еще о чем тебя спросить Я смотрел тоже внимательно этот матч И мне показалось, что Как-то в этот раз Неймар обладал какой-то Слишком большой подучестью То есть его реально все время сносит Мне показалось, что не везде, где он падал Его сносили на самом деле Я не знаю там что в голове Мне кажется, что это дутая фигура Не в плане мастерства А в плане того, что человек Насколько помогает давать результат Если ты мировая звезда Должен вести с собой команду Не знаю, там забивать, отдавать Зарабатывать пенальти штрафные Ну то есть быть лидером Ну как это делает Роналду опять же Вот Роналду есть, да А Неймар посмотрели Ну хороший, но не то Но может быть тоже не раскрылся еще Первый матч может быть Ему столько денег платят Мог бы раскрыться Я бы не сказал, что он где-то раскрылся Да, он забивал много Когда играл в Барселоне Но там у него сумасшедшие партнеры Ой, Миша, извини, пожалуйста У нас вновь перерыв небольшой Две-три минуточки, друзья Мы проложим говорить о футболе Стране о спорте Лайв А вы не представляете Какой у нас тут горячий спор происходит В студии И мы вот как бы голосуем Кто самый красавчик И я вам хочу сказать Что самый красавчик Роналду А за что они голосуют Это совершенно неважно 8-909-928-1-89-9 Если вы считаете Что самый главный красавчик Роналду Тоже нам об этом напишите Миш, ты понимаешь, да Что после этих слов Можно программу закрывать Просто уходить сейчас вообще И даже не разговаривать Нет, если серьезно, ребят Если у вас есть какие-то вопросы По чемпионату мира По тем матчам, которые уже прошли По тем, которые будут То задавайте эти вопросы И наш гость с удовольствием Да, ну и сразу напомню Корреспондент из Дальского дома Спортэкспресс Михаил Зислис у нас в гостях Миш, давай перейдем Как ты и просил И все мы этого хотим Тоже к нашим, конечно Давай прям Самая первая встреча Собственно, она одна и была До сегодняшнего вечера Что на них так повлияло? Россия, Саудовская Аравия 5-0 Вот нам прям Всем надеяться Теперь, что оно Вот так и пойдет Да нет, конечно Саудовская Аравия Очень слабая команда И, конечно, мне очень нравилась Эта картинка Когда режиссер выхватывал Когда сидит Наш президент И их принц И такой Ну, старый, извини Ну, что там Мне понравилось Я видел мемасу В интернете Где написано Сорян года Ну, да Ну, вот что Ну, 5 Ну, выиграли 2-0 Ну, извини Там, не договорились Как надо Вот Я не знаю, что теперь будет С нефтяными ценами После такого Но я, надеюсь, все-таки Решат вопрос Все-таки Саудовская Аравия Слабая команда У них в Европе Никого нет Было 3 человека Причем Просто договорились Возьмите их В испанские клубы На полсезона И только один, по-моему Провел 3 игры Остальные двое Тренировались То есть Это уровень команды Она играет В интернете Опыта нет никакого И, откровенно, слабая То есть Ну, это самая слабая Команда чемпионата Ну, может, не самая слабая Одна из самых слабых Хотя она у себя Отбор прошла Кого-то там обыграла Но мне это не так интересно Наши молодцы Но надо забыть Потому что Ну, залетело все Было 6 ударов в створ По-моему Нет, минуточку Там же эти голы все были Какие красивые Там головой как забивали Это же вот Мы даже не знали Что они так умеют Слушай, Миша Чаршев забил Это все хорошо Но Египет Команду посерьезнее Поинтереснее Но я тоже думаю Что мы сегодня Обыграем их Я думаю 1-0 Правда, мои прогнозы Футбольные сбываются С точностью наоборот Вот Но у меня в редакции Есть такая репутация Вот Немножко издеваются Вот У Египта, конечно Есть нападающий Мира уровня Салах Который играет в Ливерпуле Выдающий сезон провел Но он после травмы Который получил В финале Лиги чемпионов И в конце концов Он один игрок Ну, до него надо Мяч доставить Он нападающий Он зависимый футболист И чего-то его бояться Я не знаю Поэтому должны выигрывать Настрой есть Я думаю Все в космос не улетели Все понимают Что это Саудовская Аравия только Поэтому я думаю Что сегодня Да, матч будет посложнее Потяжелее Я хочу сказать Что все-таки болельщики Улетели в космос Это был такой восторг Это вот То, чего нам не хватало Понимаете И то, что это был первый матч Конечно Это прям вау Да нет, это круто Я как раз смотрел В баре с другом Вот Так получилось Что у меня был нерабочий день Это хорошо у тебя получилось Да, там Да, могу признаться Как говорится На голубом глазу Значит Пиво, потом вино Мы в общем сидели Видели много людей Которые посторонние Совершенно Вообще люди от футбола Но чемпионат мира Их захватил Это замечательные эмоции Все довольно счастливые Эйфория небольшая присутствует Ну и конечно Те, кто находится в Москве И городах Где проходит матч чемпионата мира Там есть фан-зоны Там, не знаю Иностранцы веселые Вот Латиносы просто сумасшедшие ребята На Никольску нас зажигают Красную площадь открыли Там тоже вроде зажигают Интересно Здорово Весело Я понимаю Что чемпионат мира закончится Мы вернемся к нашим В основном серым будням Но сейчас надо ловить момент Миша, скажи мне, пожалуйста Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу вот высказать свое мнение По поводу матча России Саудовской А ты скажешь, где я прав Где я не прав Мне показалось в целом Что игра была Ну в общем не особо С нашей стороны Мягко говоря Играли плохо Как мне показалось Но вот те пять голов Они были реально европейского уровня Да, играли Ну тот же Дзюба вышел Через минуту забил голову Потрясающей красоты Гол и очень техничный Да, играли, скажи мне, очень И есть такой важный показатель Ну неопределяющий Но он показывает характер игры И Саудовская кара Она больше владела мячом Там на немного Там, по-моему, 54 на 46 процентов То есть они старались играть Как-то в футбол Как-то контролировать мяч Что-то пытаться создать Мы на контратаках У нас все-таки Индивидуальные игроки Ну неплохого уровня Ну нормального уровня Да, на фоне Саудовской Аравии Так вообще молодцы Ну Через в дубль там сделал Да, который попал в состав Воле случая Потому что получил травму Дзагоев А так бы Если бы травму Дзагоев не получил Через не вышел Ему не удили Вот этот сумасшедший гол Который он забил Значит, ударом Со штрафного, да? Нет, со штрафного забил головин Нет, когда он ударил Шведкой Там мяч красиво полетел Все, что не делается Все к лучшему Поэтому я думаю Что мы должны обыгрывать Египет Выходить из группы И вот тогда можно устраивать Там, не знаю Всенародный чиллаут Отдыхать Радоваться, расслаблять Ребята, если вы сегодня Египет обыграете Мы же вас на руках понесем Мы же вас зацелуем Как вот Роналду Как будто бы каждый из вас Да, потом Михаил к нам придет В следующий раз И мы уже на фоне наших побед Устроим здесь чиллаут Такой утром Почему нет? Дивантик сюда подгоните Скоро продолжим Стране о спорте Лайф Мы не проиграли Слушайте, у нас уже А у нас эфир не прекращается Он стопом идет практически Ну не будем рассказывать Про какие игры На что мы тут сейчас Напомним, Михаил Зислис У нас из издательского дома Спорт-экспресс Сегодня в гостях Говорим, конечно, о футболе О чемпионате мира футбола Который прямо сейчас и проходит И набирает обороты Я хотел спросить Миш, знаешь, о чем? Можно ли команду Египта Мы уже вкратце коснулись этого Но все-таки Можно ли считать команду Египта Все-таки Команда одного игрока Того самого Который с плечом Бессалаха провела Первый матч с Уругваем Играл, конечно, в скучный Унылый футбол Но команда организована То есть там есть Определенные проблемы При верховых подачах Но мы в это углубляться не будем Но несколько игроков Выступают в Европе Эль на ней играет в Арсенале Ну, то есть для Арсенала Это игрок так себе Да, для сборной Египта Он хороший То есть по меркам Африканского футбола Это грант Они давно не подали Чемпионат мира Но Кубок Африки Они за это время Выиграли три раза То есть обученная Хорошая команда Которая вот так просто Насколько не возьмешь То есть она такая неприятная Она будет Я думаю, сидеть в обороне Сушить игру И рассчитывать, что Салах Убежит и что-то сделать впереди Но, конечно, он какой-то Заоблачный Какой-то сумасшедший Там мастера Там, ну, не знаю Это все очень Когда я вот слушаю разговоры Что это серьезная команда Все там Да, наша команда Сборной России Плохо очень играла Перед началом турнира Там все товарищеские матчи Ну, практически безобразно Там, кроме матча с Испанией А три-три сыграли Ну, был какой-то безумный, да Но я не вижу, что у Египет Это прям какая-то Вот команда из Сирии Ах, ну, это же Египет Ну, кто сейчас из Сирии Ах, там, да Ну, я понимаю, там Бельгия, Германия Которая Мексику обыграть не может, да Бразилия тоже, да Да, Швейцария обыграть не может Поэтому пока Слушайте, а давайте помечтаем Я бы не стал вообще мечтать о плохом Как говорят, не мечтать, а размышлять о плохом У нас интересный диалог, да Миша говорит, давайте не будем мечтать, Валерий Давайте помечтаем Нет, я сказала раньше, давайте помечтаем Ну, вот, допустим, побеждаем мы Египет А потом мы с кем тогда будем играть? А потом уже не важно А уже? Потому что всенародный праздник А уже? Нам гарантирует выход из группы Если мы Россия как полномочная Правоприемница Советского Союза Не только в области долгов И всего прочего, да Но с 1986 года Сборная России на Чемпионатах мира Не выходила из группы Ну, тогда была сборная СССР Большинство составляли там украинцы Были грузины, белорусы И представителей российского футбола Было немного Это, естественно, будет достижение И вот в истории Никто не будет вспоминать, что обыграли там Саудовскую Аравию, Египет Ну, давайте, правда, еще Египет сначала обыграем Вот Но никто про это особо сменять не будет Потому что результаты есть И все будут довольны и радостны А уж там обыграть что дальше Ну, все спортсмены говорят Давайте идти от игры к игре Что будет дальше, будет дальше Обыграем Египет, надо радоваться А после чего это 22 года назад, да Достаточно много Может, 32 года назад, ну ладно 32 года По математике-то у меня было в школе 3 Но я еще помню Как быстро летит время Да, а Владислав у нас вообще физик Так что чего уже У нас сейчас небольшой перерыв снова, друзья 2-3 минуточки И мы продолжим программу «Стране о спорте» Ох, сегодня как мы будем Вот обниманга друг друга И в барах, и на улице И на Никольской особенно И на Красной площади Если наши обыграют Египет Ну, это я так уже просто мыслю Мыслю позитивно очень Да, Михаил Сислис у нас в гостях Из издательского дома «Спортэкспресс» Миша, скажи, ты это заценил вообще Мексиканцев, перуанцев И других негачественных болельщиков? К сожалению, у меня не было возможности Выбраться в центр Москвы У меня знакомые, родственники Жена Там с подругой ходила И ей очень понравились Эти безумные аргентинцы Там вот, я бы сказал Такие природные эмоции Все очень естественно Для нас Людей все-таки Я бы сказал, больше северных, да Чем южных Ну, это необычно Хмурый Да, это захватывает Это здорово Ну, не знаю Вот я смогу сказать Что реально это очень позитивно Я не могу сказать Что это эйфория какая-то А вот те, кто постарше еще Да, сравнивают Когда вот фестиваль молодежи студентов Когда много приезжало Молодых иностранцев Отовсюду Сейчас публика совершенно разная Разношерстная Но ощущение праздника Оно присутствует И если есть возможность Приобщиться, да Ну, просто сходить Погулять по центру Москвы Не знаю Если уж сходить на футбол Тем более, это круто Потому что это воспоминания На многие годы И я думаю, что Можно потом детям рассказывать Потому что Когда еще будет чемпионат мира По футболу в России Я думаю, что Ну, не при нашей жизни Не говори слово никогда Я хочу, конечно, верить Что придумают Какие-нибудь таблетки Продлевающие жизнь Да, но Не знаю Пока их не придумали А чемпионат мира Он даже еще не в разгаре Надо ловить момент И наслаждаться Слушайте, а еще вот Языковых барьеров Нет абсолютно никаких Я видела, как болельщики из Германии И болельщики вот бразильские Они на ломаном английском Что-то там друг друга Объясняли Как идти Какие трибуны И еще мне понравилось Тоже, по-моему, аргентинцы Залетели Они такие громкоголосные Как вот в сериалах Что-то говорили-говорили А потом выходят из вагона Раша И сердечки Вот там Раша Ну, они все очень непосредственные Но ты знаешь, какой самый Распространенный язык в мире-то? Английский? Плохой английский Самый распространенный язык в мире Поэтому Это вот это I will speak from my heart Вот этот вот Ну Или совсем плохой? Ну, нет Почему? I speak from my heart Было замечательное выступление И я думаю, что Вот мы все смеялись Но поверь, что Для людей Когда человек Ну, который не знает языка Но пытается что-то сказать Это подкупает Я думаю, что Если аргентинец тебе скажет Комплимент на русском Ты тоже вообще вся расстаешь Ой, я-то, конечно Мне вообще, в принципе Аргентинцы прямо Ну, я с мужем хожу Он меня как бы держит Так вот Он говорит Рядом стоит Чтобы никуда-нибудь В Буэносаре тебя не увезли Ну, да, да, да Ох, а как могла бы сложиться жизнь Самбо Валерия, ну, собственно Ваша личная жизнь сегодня Мы говорим все-таки О событиях Более значимом для мира Не скажи Не скажи Ты не знала, как я могла бы Напомню Плюс 7, 909 928, 1 89, 9 Это наш ватсап И вайбер И в нашей группе ВКонтакте Я даже смешил В нашей группе ВКонтакте Есть специальный пост У нас в гостях Михаил Зислиц Говорим сегодня О чемпионате мира по футболу 2018 Пишите свои вопросы Комменты Мы скоро к вам вернемся В стране о спорте Лайф Вот вы и все жалуетесь на меня Что я вас немножечко увожу О самом важном От футбола Но тем не менее У нас тут все футбол Вот выйди на улицу И везде футбол Я хотела поговорить о том Как изумительно В наших городах Ну, я везде-то не бывала Но в Москве Как изумительно все организовано От того, что матчи Показывают прямо в метро До того, как вообще Туристам удобно ориентироваться На местности Там у них чат-бот какой-то есть Который Ну, и экскурсии проводят по городу Это же круто О чем им организовываться Они выходят там толпой Сто тысяч человек Ну, я утрирую, конечно И прямо по улице Нет, если бы им Вот как раз таки Если бы их не организовали Они бы всяко-разно могли По улицам пройти Вот некоторые неорганизованные Лавки же сломали на Никольской Я вот вам еще раз говорю А-та-та Не ломайте лавки Вот Слушай, продолжение разговора Вчера был сюжет по телевизору Я видел В Нижнем Новгороде Шведы, где играли Где они выпили все, что горит В городе Это, во-первых Во-вторых, они шли Такой огромной толпой Такое ощущение было Что Нижний Новгород И теперь Швеция уже, собственно Ну, во-первых, они желтые Вот это все желтое Они выделяются Вот Но в плане организации Я думаю, что Когда приезжают иностранцы Мы всегда Это исторически сложилось Хотим себя показать Самой лучшей страны Я вспоминаю Олимпиаду В Сочной, которая была И сейчас смотрю и вижу Что Ну Приезжают наши Замечательные британские Коллеги, в кавычках Которые вот Хлебом не корми Фунтов не давай Но дай что-нибудь найти Плохое, негативное Ну, не получается у них Найти что-то глобальное Негативное По мелочам, может быть, да Но в целом Организации блестящие У меня единственное, что печаль Что Чемпионат мира закончится И все это пропадет А вот сейчас я смотрю Ведь Если обратить внимание На улицах метро Много полицейских Ну, не настолько незаметно Они настолько растворились Они себя ведут правильно То есть Если надо, подскажут Но они совершенно Вот Не ставят впечатление Что я встаю здесь такой вот Держи морды Не пущать Не делать ничего Просто стоят, смотрят Если какие-то выпьющие случаи Они вмешиваются Блин, так здорово Ну, почему так не может быть всегда Ну, ты знаешь, на самом деле Многие об этом говорили Потому что все ожидали Что действительно будут Вот эти кордоны полицейские И так далее, и так далее И многие отмечали Что правда их практически незаметно Понятно, что они есть И наверняка куча людей В штатском Это все понятно Так и должно быть Но вот В глаза не бросаются И, собственно И главное Не происходит ничего того Что бы нужно было остановить Да? Может это происходит Но я просто подчеркиваю Что можно выполнять свою работу Да? Не такую простую Не надо как-то утрировать Оставаясь незаметным Ну, это же здорово Вот я сравню Когда бываешь Не знаю В тех поездках на Западе Вот то же самое Там вроде полицейский есть Но он не просит впечатления Вот он тебя видит Ты можешь с ним улыбнуться Он поздоровается Тебе, не знаю Приложит какую-то помощь Видите, если это турист Мужчина, вы меня простите, конечно Но вот я тоже Когда приехала в Москву Я была поражена Еще задолго до чемпионата мира 40 секунд Насколько здесь культурные сотрудники полиции Они мне улыбнутся И все время все объясняют, куда пройти У меня вообще-то таких проблем нет Да ладно, они строили планы Относительно тебя Ничего не строили Они молодцы, молодцы Миш, 20 секунд буквально до конца И я понимаю, что это самый отвратительный вопрос Но я его задам все-таки Сегодня Россия и Египет Назови счет Вот свой просто Как болельщик, как профессионал Я назову счет 1-0 В нашем Конечно Прекрасно Ребята, победы вам Мы в вас очень сильно верим А вот даже Михаил иногда ошибается Вот сейчас как бы 5-0 И все И Россия Все может быть, учитывая Саудовская Аравия Дайкру Михаил Зислис у нас был в гостях Корреспондент из Дальского дома Спортэкспресс Миш, большое тебе спасибо Спасибо Очень интересно и круто приходите Да, вам спасибо Настроение мне поднимайте всегда Пока, спасибо